Мы бачим, что зараз день, и тут светло. А ле выявите себе, что зараз звонку, будет приварена некая прилада с этими ресничками под 45 градусов, шириной 5-6 сантиметров, и фактично тут будет паузмрок. И в таких условиях люди живут месяцами, а некоторые люди живут годами. Это мы досылаем по Бабруйским СИЗО. Это скарги на умову отрывания от прокурора города Бабруська, начальнику СИЗО и главу врачу Журнального центра эпидемиологии. Кто что нам откажет, на самом речь уже досыть цикавый кейс отремливается, а вебразьбах это будет долгая. Мы маем такие отказы, что на самом речь люди разумеют, что да, это проблема. Никто не отмывляет это, а один, что неведомо, как его решить. Он пишет, что все в соответствии с законодательством, а следующий абзац то, что на самом деле замеры вообще не производились. То есть получается, как ты говоришь, что все соответствует закону, если закон предписывает сделать замеры, а их никто не делает. И не могут делать, просто нет методик. Да, плавно бредятен. И глядите, в связи с этим есть предложение опять написать в Генпрокуратуру, но уже поставить вопросы трохи по-другому. То есть не срезать реснички, а дать вообще правовую оценку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда мы начинали, я сам был удивлен, что до нас этим никто не занимался. Трапила информация, что московские правоборонцы, российские правоборонцы, домоглись этого еще в 90-е годы. В Международной конференции, где были украинцы, украинцы так само сказали, что все реснички срезаны. А требуется, что Беларусь одна краина на европейской просторе, в бывшем СССР, где это еще выкористовывается. Есть санитарные нормы и правила, которые единичаются в Республике Беларусь, и есть внутренние документы Министерства внутренних справ. То есть они суперечат один одному. Причем вероятно в моментах это то, что на СИЗА люди находятся до суда. Бог по закону, и они еще не виноваты. И мы видим вот эту справу с дается главных инженерами МЗКТ, которые отсидел 50 месяцев в СИЗА, и было правдно. Человек избавился от участки здоровья, и пытается, что с этим делать, и насколько это законно. В Могилевской области вельми красномовные выпады, это с подарпатрон, человек, который отбудовал родовое гнездо Александра Лукашенко, и он же помер в СИЗО. И вот этот лес можно нападкать шмат кого. Поэтому это не проблема правооборонцам у нас сегодня. Это в принципе мы решаем и проблему людей, которые провладят так само. Если Александр Лукашенко посадит потом на СИЗО, и будут срезаны реснички, то он будет нам удячен. Зараз мы едем в местах, это была самая уж крайная горда в 79-м годе, когда СИЗО бралось по такому. Это такой микрорайон, ее называется Восьмой Кирпичный, потому что там загляну замок в Могилевске находится. СИЗО и ИВС находятся абсолютно полностью. Один, что нема гольного плода по межиме, но есть такой проходик по межиме, мы увидим. На самом речь, это еще не корпус СИЗО. Тут все выглядит больше-менш пристойно, внизу приносит передачки разные. Гратика, что это администрация. Ось прямо перед нами, это изолятор временного содержания, относится к УВД Могилевского областполкома. Это уже СИЗО и ТУРМА номер 4. И это уже они подчиняются ДИН МВД. Это совсем другая структура. Просто проход для обычных граждан, потому что там есть жилые будинки. Звучайные краты. Можно спокойно поглядеть в окно, но это только ИВС. Тут сидят суточники. ТУРМА различна нигде на 200 человек. Туда торопляются люди с колонией. И те, кому навесили рост на спагнане, на 2-3 годы они заезжают, ну некоторые на один год, заезжают сюда в помещение камерного типа. И ось, коли мы побачим правый фланг, поглядите, такие рыжие щиты, на самом прочем это не реснички, а это просто листовый металл. Тобок мы бачим, что окна частково закладенные цехлой и частково просто перекрытые листовым металлом. Каменный мешок по великим рахункам, без окна. Ну я бы сказал так, что на местовом озероуне, у них это чиновники один, они показывают, что не могут они решить сами это вопрос. И мы так само это понимаем. Это такое политическое вопрос, которое может решиться на самом версии. И в принципе, вот по этих отказах, мы бачим, что да, люди как бы кажут, что окей правооборонцы, обратитесь выше, потому что мы уже просто бессильны. На самом прочем, я хочу сказать, что я вельми удячный тем, кто давал нам отказы, потому что я не знаю, что называется, слили досыть шмат цикавой информации нам. На сутки, трапляете в Могилевске ИВС. Фактично, евроремонт. Один там беда, это клапы. И то, с этим так само смагаются. Остальные умовы от Романи, самая наибольшая в Беларуси на сегодня. Наши, вот эти скарки, компании, стало зрозумево, что ремонт начался в 2008 году, причем и намаганиями Бориселин на лице будет, потому что так само там жил, живка жил, не жил и сидел. И после этого начали писать скарки, что то и не так, то и не так, то и не так. И на самом речь, начальство не было супер. Они сами сказали, что вы пишите, потому что ну да, нужно ремонтировать. И там ремонтировали вот все. И так за все и есть вот万 , лучше начали эконом employee амбай. И там не более неповидно, что им является союзным. Она на францевале. Проверяю.